Сегодня я хочу обратить ваше внимание на слова, сказанные апостолу Павлом во 2-м послании к Коринфянам, в 4-й главе, стих 18-й. Гласят они так. «Мы, и тут Павел имеет в виду всех верующих, мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». В этих словах апостол Павел выразил основной взгляд на жизнь христианства, который, как мы увидим, идет вразрез с понятия материализма. Эти два мировоззрения совершенно противоположны один другому. Материалист смотрит на видимое, то есть на настоящее, на материю, и говорит, что в ней кончается все. Христианин же, смотря на настоящее, то есть на временное, видит в нем как нечто представляющее вечное. Можно сказать, что апостол Павел смотрел на временное точно так же, как человек смотрит в рамку окна, когда он любуется красотой природы. С одной стороны он смотрит на стекло, а с другой стороны он вовсе его не видит. Между ним и природой стоит стекло, и можно сказать, что большей частью человек, смотрящий через это стекло, не сознает его присутствия. Он увлечен тем, что он видит дальше. Или другим примером может послужить телескоп, в котором оптические стеклы, то есть линзы, позволяют зрителю видеть звезды. Вряд ли человек, смотрящий через телескоп, учитывает, что смотрит в линзы или вообще ими пользуется. Он смотрит и видит звезды. Так Павел смотря на временное, на видимое, лишь как на средства, указывающие на вечное. Есть два мира. Мир чувств или ощущения, и мир духа, мир невидимого. Этот духовный мир, хотя и невидим, столь же реален, или даже, можно сказать, более реален, чем видимый мир. Почему? Потому что он вечен. Мы являемся существами обоих мира. Так человек создан. Он не только плоть, живет не только своими пятью чувствами. Но человек является и духом. Вернее, он главным образом является духовным. А потому он вечен. Верующий не отрицает материю. Она тут, в этой земной жизни необходима. Но будем всегда помнить, что она только временна. Материя, она является нашим временным слугой. Лишь мимолетным средством в нашей земной жизни. Но ей придет конец, как говорит апостол Павел, ибо тленному сему надлежит облиться в нетленье, и смертному сему облиться в бессмертие. Если мы могли бы проследить процесс первых стадий роста, скажем, цветка, когда он только что начинает пробиваться из зернышка, то мы обнаружили бы, что с первой трещинки зерна малюсенькое растительное волокно начало проталкиваться сквозь, покрывающие его почву к воздуху и к свету. А другое волокно в то же время начало виться вниз, глубже и глубже в землю. «Точно так же, как этому цветку необходимы почва, свет, вода и воздух, так и в развитии человека необходимы окружающие его обстоятельства, пока он здесь на земле. Они нужны и необходимы для его духовного роста и развития, но они только временны. Они являются лишь вспомогательными средствами, но отнюдь не итогом и целью жизни». Итак, возьмем этот 18 стих 4 главы 2 послания Коринфянам и поразмыслим о нем. «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Как мы уже указали раньше, эти слова указывают на поразительный контраст между материалистическим и христианским взглядом на жизнь. Они, во-первых, открывают истинный характер материализма. Послушайте, «мы смотрим на видимое». Апостол Павел в этом стихе выводит разницу между верующим и неверующим. «Верующий не смотрит, а неверующий смотрит на видимое». Тут интересно отметить, что в греческом подлиннике слово «смотреть» не заключает в себе только обыкновенное понятие слова «зрение», из этого греческого слова «скопио» происходят слова «телескоп», «микроскоп» и так далее. Тут можно взять тот же пример, который мы привели раньше, и сказать, что когда неверующий человек смотрит через свой телескоп на видимое, то говорит, «Ах, как это чудно! Сколько звезд на небе, столько песчинок на берегах всего мира». Но, говорит он, «я не могу видеть Бога через мой телескоп, там нет Бога». Затем он берет каплю обыкновенной воды, рассматривает ее через микроскоп и в изумлении восклицает, «Как это удивительно!» Это маленькая капля воды, наподобие кружащейся галактики полна чудес. Но и в этом неверующий не видит Бога. Его там нет, говорит он. Да, возлюбленный, зрение неверующего человека связано с вещами, которые он может видеть, а дальше он слеп. Он смотрит на видимое. Он подобен тому слуге, который, обнаружив, что его город был окружен вражескими войсками, воскликнул пророку Елисею, «Увы, господин мой, что нам делать?» Он только видел полчища неприятеля, его коней и колесниц, и потому в полном недоумении не знал, что делать. Он смотрел на видимое, а пророк смотрел дальше и видел невидимое. Потому он и говорит ему, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И дальше сказано, «И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтоб он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Они были там все время, но, будучи слеп невидимому, этот слуга их, конечно, не видел. Человек, который говорит, что Бога нет, потому что его не видят, подобен слепому, который говорит, что нет звезд, потому что он их не видит. Но слово «смотреть», употребляемое апостолом Павлом, имеет еще и другое значение. Оно было употреблено в переносном смысле, указывая на цель. Иными словами, оно поясняет, что неверующий делает видимое целью своей жизни. Можете ли вы себе представить более ясное определение материалистической философии, которой господствует в нашем веке, чем то, чтобы сделать видимое своею целью? Какое множество людей делает это каждый день, поклоняется и сжигает фемиам у алтаря материализма, живя только для видимого, как-то для богатства, удобств, друзей, коммерции, развлечения, для семьи, для дома и для самих себя. Как мы уже указали, что не все материальные вещи сами по себе плохи, некоторые даже необходимы, но неправильно то, чтобы сделать кого-либо или что-либо на этой земле своей целью жизни. Это и есть корень идола поклонства, как говорит апостол Павел в своем послании к римлянам, они заменили истину Божию ложью и поклонились и служили твари вместо Творца. А Слово Божие ясно говорит, что идолопоклонник не войдет в Царствие Небесное. Но заметьте дальше, что эти слова открывают трагическую ошибку материализма. Послушайте внимательно. Мы смотрим не на видимое, потому что видимое временно. Материалист упускает из виду скоротечность вещей, для которых он живет. Мы обыкновенно смотрим на материалиста, как на безбожника, отрицающего существование Бога. Но человек может иметь внешний вид благочестия и в практике быть материалистом. Господь упрекает народ израильский устами пророка Иереми, говоря, «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Дорогие друзья, если вы, например, своей целью делаете деньги, то помните, что мы ничего не принесли в этот мир и разумеется, что ничего не можем и вынести из него. Если вы делаете своей целью удовольствие, то вспомните, что говорит Слово Божие, «Кто любит мир, в том нет любви Отче, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Да, трагическая ошибка материализма заключается в том, что он не смотрит на конец пути, забывая, что смертью не кончается наше существование, но что после смерти будет суд, а потом вечность. Третий факт, который апостол Павел показывает в этом тексте, это то, что христианство является противоположностью материализму. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Можно сказать, что христианин имеет второе зрение. Верой он видит невидимый мир. Апостол Павел объясняет, как это произошло с нами в этой же главе и в шестом стихе. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наше сердце, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». «Мой дорогой друг, озарил ли Господь твое сердце? Ты можешь быть уверенным в том, что ты будешь знать, если Он это сделал, потому что это будет самое большое открытие для тебя. Первое, что происходит в сердце человека, когда в него проникает свет Божий, он видит всю свою нечистоту. Мы не видим пыли в комнате до тех пор, как не пускаем в него солнечный луч. И тогда, увы, сколько пыли, который мы вовсе не видели в полутьме. То же самое происходит с необращенным человеком. Когда Господь озарит его сердце, то сразу же он увидит, что все то, что говорил Господь в Своем Слове о его грешном сердце, все верно, лукаво сердце человека и крайне испорчено. И вот когда вы себя таковыми увидите, тогда как темничный страж воскликнете, что мне делать? Чтобы спасти. И тогда Господь направит Свой чудный свет от вашего сердца на Голгофский крест, и вы увидите Его Сына Иисуса Христа, Который вознес все ваши грехи на древо и умер за вас, чтобы вы получили прощение грехов. Тогда, возлюбленные, вы увидите славу Божию, глаза ваши откроются к любви Божией, к справедливости Божией, к милости Божией, и все остальные добродетели Господни в лице Иисуса Христа. Как слепорожденный, когда Господь его исцелил, то первое, что он увидел, это своего Спасителя. И с того времени можно сказать, что он стал слеп всему остальному. Да, и теперь, как чадо Божие, вы обнаружите такие чудесные сокровища в Библии, которых вы раньше никогда не видели. Господь Иисус Христос станет все более близким и дорогим для вас. И вместо того, чтобы жить для мира и его суеты, вы захотите жить для Иисуса и его Царства. Тогда невидимое станет целью вашей жизни. Вы поймете, что христианство есть противоположность материализму, потому что верующий смотрит не на видимое, но на невидимое. И, наконец, заметьте, что апостол Павел указывает на несравненное превосходство христианства над материализмом словами «видимое временно, а не видимое вечно». Чтобы ярче и яснее показать этот контраст, апостол Павел смотрит на свою жизнь и на распадающуюся плоть, сравнивая ее с хижиной, которая разрушается и уже никогда не будет восстановлена здесь на земле. Он говорит так, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Для всех материалистов разрушение их земной жизни будет ужасным переживанием, потому что когда их хижина разрушится, выражаясь словами апостола Павла, они окажутся нагими. Они обречены будут на гнев Божий навеки за неверие свое, и тогда у них не будет ни малейшего извинения, которым они могли бы укрыться, ибо их извинения для неверия разоблачатся присутствием самого Господа. Тогда они увидят невидимого, но, увы, будет поздно, он уже не явится им спасителем, но судьей. Но для христианина вместо хижины будет жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Иными словами, чудное прославленное тело, подобное славному телу самого Господа Иисуса Христа. Так чудно будет это жилище, что апостол Павел воздыхал, желая облиться в него. Но есть еще одна большая причина, почему он стремился к этому небесному жилищу. И он объясняет, находясь в этой хижине, то есть в нашем земном теле, мы устранены от Господа, и мы желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Быть с Господом, это будет заключение всех его радости, как оно было вдохновением для всей его работы, со дня, как он встретился с Иисусом Христом на пути в Дамаск. Это и есть то, что ожидает христианина в будущем. О, позвольте вас спросить, мои дорогие радиослушатели, ваше ли это будущее? Если нет, то не хотели бы вы сегодня, чтобы Дух Святой открыл ваши глаза, чтобы вы тоже могли увидеть невидимое. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Но теперь перед нами вопрос из всех вопросов. Как можно видеть невидимое? То есть, как могу я прозреть так, чтобы видеть невидимое? Может быть, ты старался быть христианином, принимал все усилия стать таковым, но, к сожалению, все старания оказались счетными, и это совсем не удивительно. Вы когда-нибудь пробовали стать львом? Ну, что это за вопрос, вы скажете? Ведь это никак невозможно. Как может человек стать львом? Львом можно только одним способом стать. Это родиться таковым, а не иначе. Итак, мой дорогой друг, никак иначе нельзя стать христианином, как только родиться чадом Божьим. Христос сказал, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Должно вам родиться свыше. Только когда сам Бог дал духовное зрение Петру, познал он Христа, кем он был, и Господь говорит ему, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой суши на небесах. Никто иной, как сам Бог, дал ему это духовное зрение. До этого он был слеп, он не знал Христа, он любил его, следовал за ним, но только в тот момент, когда Бог ему открыл его духовные очи, стал он видеть невидимое. Итак, мои дорогие друзья, открыть наши духовные глаза может один Бог. И Он готов это сделать в тот самый момент, когда верой ты, мой друг, примешь Его Сына Иисуса Христа как своего личного спасителя. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас. Иисуса Христа